Апрель, апрель, на дворе звенит копель. По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. Это строки из детского стихотворения Самуила Маршака, пожалуй, самым жизнеутверждающим месяцем. Ведь именно в апреле мы наблюдаем, как пробуждается природа. Пушистые почки вербы, первая робко выглядывающая из земли травка, которая растет рядом с нерастаявшим сугробом. Задорное птичье чириканье. Именно в апреле начинается весна. В эфире Студия 11 и мы начинаем. Посетители международной выставки ВДНХ в Москве познакомились с работами нашего молодежного театра. Это документальная постановка «Долина нашей памяти» и спектакль «Читка. Пишите письма» Сергей Довлатов. О том, как принимали артистов, в репортаже Студия 11. Москва. ВДНХ. 84-й павильон, в котором наш молодежный театр показывал свои постановки. Вот идет вечерний спектакль «Пишите письма» Сергея Довлатова. Звучит переписка молодого солдата-срочника Довлатова, служившего в начале 60-х годов в Коме АССР, и сыктывкарской студентки Светланы Меньшиковой. Это потом он будет всемирно известным писателем, а пока ему 21 год, из родного Ленинграда он попал в поселок Чиньеворок. В письмах Светлане Довлатов размышляет о жизни, любви, литературе. Позже многие мысли мы найдем в его произведениях. Я читала Довлатова, я его поклонница. Мы очень следили за его творчеством в молодости, и у меня несколько его книг. Так что это очень, знаете, бальзам на душу. Этот спектакль уже видели зрители в Санкт-Петербурге на фестивале «День Д». Сейчас сыктывкарская история Сергея Довлатова стала открытием для московской публики. Знают Довлатова по жизни, которая была уже, в принципе, после армии. А та, которая была в армии, чем он жил, как он жил в это время, в принципе, очень малое количество людей знают. И про письма, которые он отправлял Светлане Меншиковой, в принципе, не знает никто. Искренне трогательно нежный. Так о спектакле отзывали зрители. И не скупились на аплодисменты. Показали, раскрыли образ Довлатова. И прям до слез. У меня слезы, вот до сих пор слезы. Спектакль «Читка. Пишите письма» Сергея Довлатова – совместный проект Молодежного театра и Национального музея Коми. Эта постановка – только начало новой большой работы. Это малый спектакль, так скажем, но будет и большой спектакль на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина. И премьера его состоится 18 апреля этого года. Новая постановка называется «Довлатов. Роман особого назначения». Впрочем, сыктывкарцы, многие из которых уже прочитали книгу «Лялькин город», ждут и Довлатовский фестиваль, и экскурсию по столице Коми с цитатами из переписки, и из повести «Ослик должен быть худым». Возможно, родится даже аудиоспектакль «Променад». Во всяком случае, мы уже представили, как это может быть. Сегодня, 2 апреля, отмечается Международный день детской книги. Дата была выбрана не случайно, ведь это день рождения великого сказочника Ганса Кристиана Андерсона, чьими историями зачитывается не одно поколение. Некоторые дети с книгой дружат с малых лет, а вот другим привить любовь к чтению – та еще задачка. Тем не менее, о пользе погружения в мир сказок и поучительных текстов никто спорить не будет. Вот несколько советов по этой теме для родителей. Читайте вместе, задавайте о прочитанном как можно больше вопросов, обсуждайте детали, разыгрывайте истории и отождествляйте себя и ребенка с героями истории. Благодаря этому словарный запас детей будет расти. Малыш будет нарабатывать житейский опыт, который почерпнет со страниц. Да и на воображение скажется это положительно. А вот какую детскую книжку можно прочесть в этот праздник, расскажет книжная мама. Мир науки широк, и всегда очень важно детей посвящать и делиться с ними этими знаниями. Сегодня я расскажу вам о книгах, которые помогут детей узнать этот мир. Первая книга из серии детской энциклопедии с Чивостиком. Чивостик – это герой, который, как можно уже судить из имени, задает вопросы. Почему? Чего? И как? И спрашивает их у своего дяди, дяди Коти. С помощью этой книги ребята не только узнают строение Солнечной системы, но и узнают особенности различных планет, например, Юпитера. Следующие книги, о которых я хочу рассказать, это книги также про Чивостика. Они уже немножко в другом формате. Это пластилиновая лаборатория Чивостика, первая и вторая часть. С помощью этих книг ребята могут узнать строение лампочки, но не только узнать, а еще слепить. Или, например, узнать строение атома, молекулы и самим ее сделать. Следующая книга, о которой я хочу рассказать, это «Лабиринты с Чивостиком». Но это не просто лабиринты, потому что каждая страничка сопровождается заданием, которое позволит деткам узнать что-то полезное и интересное об окружающем их мире и на время. Например, узнать строение воздушного шара. Или, например, строение цветка. Еще в одной книге я хочу рассказать. Это сказки изобреталки от Кота Потряскина. Это очень интересная книга, потому что она связана с теорией решения изобретательских задач. То есть в ней не существует какого-то одного решения. Ребенку необходимо выбрать наиболее красивое, эффективное и качественное решение этой задачи. Художественная гимнастика – один из самых элегантных и красивых видов спорта. Это направление возникло в России в 1913 году. Тогда, в Санкт-Петербурге, начала работу Высшая школа художественного движения. Именно с ее возникновением связывают начало развития и дальнейшую популярность гимнастики в нашей стране. В республике немало спортсменок, которые с головой погрузились в мир булав и лент. Именно к ним нередко приезжают именитые гости. С одним из таких поговорила моя коллега Евгения Клопкевич. Надежда Николаевна, несколько наших юных гимнасток уже приезжали в Москву на этап Гран-при. Расскажите о стажировке, которую они проходили. Вид спорта в вашем регионе относительно молодой, потому что десяток лет – это совсем мало. Потому что художественная гимнастика в России уже 90 лет. Буквально недавно Алина Кабаева в Сочи проводила по этому поводу прекрасный концерт Алины. Это было, конечно, феерично. Но вот к чему я говорю. И ваши тренеры пытаются поднять свой профессиональный уровень. А где его поднимать? Естественно, только в столице. У нас в столице очень много хороших школ, очень сильных школ. Почти вся сборная России – это сборная Москвы. Но она выбрала центр олимпийской подготовки. И помимо того, что еще одна гимнастка, отсюда у вас, 1999 года рождения, Руслана Лыбкина, в свое время попала на стажировку в ЦОР к нам. И через некоторое время мы увидели, что это уже достойная гимнастка. И поставили ее в сборную школы. А сборная школы – это сборное общество МГФСО, которое лидирует в России. И у вас уже тогда была эта гимнастка победительница России, певельства России, среди общества. Общества у нас очень много в России. Россия – большое государство. Поэтому выиграть – это очень много значит. И потом какое-то время был небольшой пробел. И сейчас они опять стали пытаться приезжать. Не могу сказать, что часто, потому что все-таки Москва – это не ближний свет. Вот, приезжают на стажировку. Стажировка длится недолго, от трех до пяти дней. Потому что маленьким детям очень тяжело. По две тренировки с такой нагрузкой. И на площадке с такими сильными гимнастками им очень тяжело. Но, тем не менее, это, вы знаете, очень большой плюс. И показатель. То есть они видят, куда надо стремиться. И вот уже два года подряд этих гимнасток приглашают на гран-при, как перспективных девочек, выступать. Там у нас, типа, показательные выступления между гимнастками, когда судьи должны успеть вывести оценку и посмотреть на молодые дарования. А сейчас идет программа у нас очень хорошая в России. У нас каждые полгода созывают перспективных гимнасток со всей России. И вашу маленькую гимнастку вызвали. Но, к сожалению, случились вот эти вот события печальные. И этот сбор отменили. Так что, я думаю, все получится. Если будут они стараться. Для них все делают и тренеры, и родители. Пусть они теперь работают. А как в целом вы можете оценить уровень наших юных спортсменок? Пару слов вы уже сказали о том, что мы неплохо выступаем, неплохо представляем наш регион на российских стартах в том числе. Но, тем не менее, еще немножко уделите, пожалуйста, этому время. Ваш регион очень молодой. Именно в художественной гимнастике. Как говорит наш старший тренер Ирина Александровна Винер, дуб растет среди дубов. Дети должны видеть сильный гимнаст. Они, конечно, стараются. Я посмотрела последнее время, я слежу. Ну, так получилось, что мне просто интересно смотреть за успехами вашего города. Они бы пытались создать команду в эстетике. И очень, кстати, неплохо. Их очень хорошо приняли в Федерации эстетики. А это тоже ведь в художественной гимнастике. С какой целью вы приехали к нам в город, в нашу республику Коми? Ну, давайте я представлю историю еще немножко по-другому. Я судья всероссийской международной категории. И чтобы поднять уровень этих соревнований, меня пригласили сюда в качестве главного судьи. Но это одна из причин. Вторая причина. Я специально прилетела сегодня пораньше, чтобы дать мастер-класс детям, чтобы поделиться опытом с тренерами. На ваш взгляд, что в республике Коми можно сделать, чтобы усилить развитие гимнастики этого вида спорта? Наш вид спорта очень популярны не только в России, но и в мире. И если будет хоть один специализированный зал, который будет с утра до вечера принять художественные гимнастики с коврами, с помостом, с залом хореографии, это будет прекрасно. Но этого мало. Еще нужны средства, чтобы тренеры и дети выезжали на сборы в другие регионы. Или приглашали специалистов сюда. Вот тогда результат будет налицо. Минстрой Коми опубликовал в группе ВКонтакте эскиз фасада будущего здания театра оперы и балета. Проектом предусмотрены два зала. Большой на 750 мест и малый на 250. Предварительно общая площадь объекта 25 тысяч квадратных метров. Срок подготовки и прохождения государственной экспертизы проекта до 20 декабря этого года. Ориентировочная предельная стоимость строительства нового театра составляет почти 5,5 миллиардов рублей. Здесь учтено не только возведение здания, но также индивидуального теплового пункта, устройство открытой автостоянки и благоустройство территории. Мы подошли к середине нашего эфира. Не переключайтесь, совсем скоро вернемся. Это студия 11, и мы готовы продолжить наше вещание. Но перед этим напомним, все выпуски нашей программы вы можете найти на сайте телеканала или в группе Юргана ВКонтакте. Но это потом, а пока общаемся в режиме реального времени. Если вам еще не исполнилось 18, но вы уже хотите зарабатывать деньги, самое время задуматься о трудоустройстве в свободное от учебы время. К тому же труд развивает лидерские качества, а также умственные способности, совершенствует творческую активность. В республике несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут получить работу через центр занятости населения. Быть взрослым значит быть самостоятельным. Не секрет, что этот навык отлично формируется через труд. Всерьез задуматься о своей первой работе подростки коми могут, как только им исполнилось 14 лет. Один из вариантов занятости в свободное от учебы время – работа в детском оздоровительном лагере. В Сыктывкаре будущих помощников вожатых готовит школы организационного состава. На протяжении всей школы нас ждут не только лекционные занятия, но и также практические занятия, а также зачетные мероприятия, которые позволят подвести итоги всей нашей школы. Мы ребятам желаем активного участия, не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. К будущему летнему сезону готовятся и подростки визинги. Здесь детский лагерь работает на базе местной школы. В прошлом году летние каникулы тут провели сотни энергичных непосед. Активный досуг для учеников младших классов проводила десятиклассница Софья Шилова. Провожу занятия, ну, чаще всего игры, потому что для детей это самое интересное. Какие-то беседы познавательные. Вот, а готовлюсь, нахожу в интернете, возможно, с педагогами советуюсь. Мы делаем подделки чаще. Вот у меня любят играть в прятки, например. Вожатский цех школьного трудового лагеря укрепила Юлия Семяшкина. Кроме подвижных, Юлия предложила интеллектуальные игры. Викторин, рукоделие или просмотр кино. Список развлечений для детей большой. Мне это интересно, я люблю работать с детьми. Это, конечно же, психология, умение работать с людьми в целом. Это очень полезный навык в жизни. Летний оздоровительный лагерь организован для детей с первого по седьмой классы. Каникулу в нем проводят более двухсот школьников в Визинге. Чтобы облегчить нагрузку воспитателей, кважатской деятельности привлекают учеников психолого-педагогического класса. Здесь в формате лекций и практических занятий подростки изучают педагогику и психологию, развивают лидерские качества. Здесь у нас и досуговая культурная программа организована для детей. То есть они приходят, завтракают, потом у них проходят инструктажи, потом они выходят на работу, два с половиной часа отрабатывают. Потом у них культурно-досуговые мероприятия, обед, итоги дня подводят и расходятся домой. То есть вот такая полностью культурный такой режим дня. В Сысельском районе подростки могут трудоустроиться и в местный лесопитомник. Каждый год здесь в шести огромных теплицах выращивают более 8 миллионов маленьких елей и сосен. Летом, когда все начинает активно расти, рабочих рук требуется больше. На подработку предприятия приглашают в том числе и школьников. Юные помощники выращивают посадочный материал, чистят и моют кассеты, пропалывают и упаковывают сеянцы. Мотивация к труду у каждого школьника своя. Вот в одной ячейке две елочки, надо одну убирать. Например, если есть мусор, то его тоже убираем. А по условиям труда что можешь рассказать? Все ли тебя устраивает, как молодого начинающего специалиста? Ну да, все устраивает. Хорошая коллегия, работа. И вот эти вот навыки, как ты думаешь, в будущем тебе где пригодятся? Ну, даже в будущем свой огород будет, все равно там тоже надо будет как-то работать. Реальную занятость школьникам республики предлагают социальные и торговые предприятия региона. Чтобы получить работу несовершеннолетнему, нужно прийти в Центр занятости населения и оформить заявление. Что касается трудоустройства в школе, здесь алгоритм действий куда проще. Подростку необходимо просто вступить в трудовой отряд. В прошлом году были трудоустроены 9228 несовершеннолетних. В 2024-м запланировано трудоустроить не менее 8 тысяч детей. Подать заявление на временную работу и составить свое резюме несовершеннолетние могут на единой цифровой платформе «Работа России». Связь между проблемами сна и тревогой двусторонняя. Это означает, что проблемы со сном могут вызвать беспокойство, а беспокойство может нарушить ваш сон. Что делать? Например, заняться спортом. Физические упражнения снижают тревогу, но старайтесь не заниматься спортом прямо перед отдыхом. Это может помешать уснуть. Кофеин тоже может сыграть злую шутку с вашим сном. Поэтому следует исключить его из вечернего рациона. Еще одна рекомендация. Меньше времени проводите перед экраном. Телефон, планшет и даже телевизор излучают свет, который не дает вашему мозгу уснуть. Поэтому постарайтесь ограничить их за час до сна. Проверка электронной почты или выполнение работы прямо перед сном также могут вызвать тревожные мысли. Лучше послушать музыку или почитать книгу. Подумайте о том, чтобы установить будильник, который будет напоминать вам о необходимости выключать экраны заблаговременно перед вашим сном. Ах, весна! С каким нетерпением мы ее ждем. В это время увеличивается продолжительность светового дня. Да и вообще солнце становится больше, теплеет. А вместе с температурой на улице поднимается наше настроение. И как следствие мы становимся подвижнее. Что уж говорить о детях. С приходом весны дома они не сидят. Но есть и обратная сторона медали. По статистике, количество травм среди детей и подростков в эти месяцы увеличивается. О том, как избежать неприятных ситуаций и сохранить здоровье, узнала Арина Попова. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте. Расскажите, с какой проблемой чаще всего обращаются родители в травмпункт? Родители с детьми или дети чаще всего в весеннее время обращаются по поводу падения на улице. Дело в том, что весна, гололед, дети бегут, подворачивают ногу, падают, получают повреждения руки, головы, пальцев. Вот это наиболее частая причина для обращения в травмпункт. Всегда обращайте внимание на обувь, в которой ребенок выходит гулять. Обувь должна соответствовать сезону. Желательно, чтобы подошва в мороз не становилась очень твердой. Вот. Выбирайте места для прогулок со своими детьми. Не ходите там, где могут быть падения. Вот. Ну и иногда, ну не то чтобы иногда, особенно папам, это можно посоветовать. Учите детей падать. Дело в том, что многие люди, дети падать не умеют. Падают плашмя, падают на затылочную часть головы, на плечевой пояс. Папа, я думаю, без особого труда могут со своими детками провести какие-то беседы, может быть даже какие-то, скажем, практические занятия, показать, что как надо на улице, скажем, себя вести, чтобы не упасть. Где-то держаться за порученью, где-то своим дочкам, женщинам посоветовать не одевать высокие каблуки. Вот. И обходить участки мостовой, где имеется налить, где можно упасть и травмироваться. Помимо этого, наверняка, есть еще другие проблемы, с которыми к вам обращаются. Какие они бывают? Проблемы могут быть самые разнообразные, порой даже самые неожиданные. Ну, чаще всего это все-таки падение на улице. Дальше идут это падение с высоты. Конечно, приходят детки с укусами животных, приходят детки, получившие какую-то бытовую травму, я имею в виду ожоги. Поэтому, если детки без надзора, тогда от этих деток можно ожидать всего угодно. Вы еще сказали про укусы собак. То есть здесь ответственность лежит не только на родителях ребенка, которого укусили, но также и на хозяевах именно тех питомцев, которые проявляют вот такую вот агрессию. Да, может быть, это как-то с бешенством связано или еще. Можно им тоже несколько советов каких-то дать? Все собачки, имеющие зубки, несмотря на их размер, способны укусить человека. Дети могут провоцировать укусы, они могут дразнить этих собак, как-то привлекать к ним свое внимание. Поэтому владельцам собак следует заранее побеспокоиться о безопасности как окружающих людей, так и своих питомцев. Надо следовать общепринятым правилам, прививать животных от бешенства, на собак агрессивных или которые могут укусить, одевать намордники и не допускать контакта своих любимцев с посторонними людьми и детьми. Спасибо большое вам, Вячеслав Вячеславович, за то, что поделились такой важной в настоящий момент информацией. Пожалуйста, пожалуйста. Избыточный вес связан с риском возникновения более 10 видов злокачественных опухолей. Вообще, уменьшение массы тела до нормальной и отказ от курения – это два самых важных шага. Чтобы понять, что же такое лишний вес, ориентироваться стоит на индекс массы тела. Считается, что его показатель от 25 до 29 – это избыточный вес, а вот от 30 и выше – это уже ожирение. Но вернемся к онкологическим рискам. Доказано, что избыточный вес повышает риск развития гормонозависимого рака молочной железы, рака тела матки, пищевода, а также желчного пузыря, печени, пожелудочной железы и яичников. Это не голословное мнение. Оно подкреплено большим количеством эпидемиологических исследований, опубликованных весьма авторитетными изданиями. Конечно, сыграть злую шутку могут и другие факторы. Тем не менее, вес следует поддерживать здоровый. Таким образом, стоит внедрить в жизнь правильное питание и регулярную посильную физическую нагрузку. Жители Коми все чаще выбирают госуслуги в электронном формате. За три месяца в республике оказали почти 19 тысяч массовых социально значимых услуг. А еще в регионе активно применяется практика оформления документов в беззаявительном порядке. Подробнее о работе цифровых сервисов в нашем следующем материале. Быстро, без очередей и траты нервов. Жители Коми все чаще стали получать госуслуги в электронном виде. С начала года их оказали почти 19 тысяч раз. Сыктывкарка Христина Костромина пришла в МФЦ за выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. С помощью компьютера и личного кабинета на госуслугах документ получила всего за одну минуту. Я раньше пользовалась, я бумажную выписку заказывала, но вот сейчас мне специалист объяснил, что можно, оказывается, вот так легко через госуслуги получить. То есть не надо отдельно распечатывать где-то? Да, да, да. Оно в личном кабинете хранится. То есть если мне когда-то, получается, надо посмотреть, да, я зашла в свой личный кабинет через телефон, посмотрела, спокойно там все сохраняется. Ну, насколько мне объяснил специалист. Удобно очень. В КОМе сегодня можно в электронном виде получить все массовые социально значимые услуги. К таким относятся, к примеру, регистрация рождения ребенка, назначение пенсии, выдача загранпаспорта, назначение выплат на детей и даже запись в кружки и секции. Для этих услуг работает электронная подача заявления. Человек может прийти, мы можем полностью восстановить доступ к госуслугам, то есть выдать логин и пароль. Он может зайти, оказать там услугу и впоследствии мы можем уже распечатать, составить наши штампы и печати. Кроме того, некоторые государственные услуги можно получить и в проактивном режиме. Система подразумевает, что услуги оказываются автоматически, без лишних действий со стороны граждан. Человеку не нужно обращаться в МФЦ или ответственные ведомства, собирать документы и подавать множество заявлений. Максимум, что может потребоваться, подтвердить согласие на оказание услуги, подписав уже готовое заявление. Особенно комфортно получать сейчас проактивные услуги. Это те услуги, по которым нет необходимости подавать заявление. Например, если гражданин подает согласие на получение электронного медицинского свидетельства о рождении в роддоме, то уже с НИЛС и ННН автоматически позже приходят ему в его личный кабинет госуслуг. Это очень удобно. Статистика показывает, что за последние три месяца 55% услуг предоставлялись в электронном виде. К слову, население КОМИ высоко оценивает качество оказания услуг в подобном формате. Средняя оценка составляет 4,42 балла из 5. На этом у нас все. Рады были разделить с вами наш эфир. Это была программа «Студия 11». Меня зовут Андрей Кабишев. Увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова